Ребята, всем привет! Ну что, вот уже совсем скоро Новый Год. У всех уже праздничное настроение, ставят ёлки, покупают игрушки, украшают ёлки, дома, квартиры, всё украшают, готовятся к Новому Году. Вот и я себе решил сделать необычное такое новогоднее украшение, новогодний камин. Как в американских фильмах, на камины вешают носочки, а потом Санта-Клава спускается через дымоход, через камин, на камине эти носочки висят, он в эти носочки ложит подарочки. Вот я вам сейчас расскажу и покажу, как можно сделать декоративный красивый новогодний камин в домашних условиях. Итак, ребята, приступим. Что нам для этого нужно? А для этого нам нужно пойти и найти старые коробки от различной бытовой техники, либо от одежды, или от обуви. Попросту нам нужна картонка, с которой мы будем делать каркас. Помимо коробок, берём нож, ножницы, и скотч. И начинаем мастерить. Делаем каминоподобный корпус. И вот ещё в процессе создания этого корпуса, я понял, что скотч не совсем надёжно всю эту конструкцию держит, и вот в помощь пришла мне обычно нитка с иголкой. Замеск склеивания скотчем я брал и сшивал. Итак, смотрим, что у меня получилось примерно спустя час. Вот такая вот конструкция у меня получилась, при помощи ножа, ножниц, скотча, и нитки с иголкой. Дальше я взял обычные альбомные листы А4, взял клей, и сейчас буду всю эту конструкцию обклеивать просто белой бумагой. В дальнейшем я планирую его ещё покрасить. В процессе обклейки-поклейки этот маленький тюбик ПВА-клея быстро закончился. А клеить ещё много. Потому на помощь мне пришёл, ещё с ремонта остались остатки клея для обоев. И вот дальше я ими буду клеить. Ну вот, полностью обклеил белой бумагой. Хай, теперь он стоит и полностью высыхает. На следующий день я его вынес на улицу для покраски. Красил я обычно акварельной краской, но учитывая, что площадь большая, я взял баночку, туда наколупал этой краски, размешал. Конечно, я уже потом понял недостаток. Я накидал мало краски. Нужно было больше, чтобы краска была более густая и более тёмная. Потому у меня цвет получился такой светло-серенький. Вам советую так не косячить, краски не жлобиться, а хорошо взять и прокрасить либо чёрным, серым, коричневым, каким-нибудь тёмным цветом, который бы имитировал цвет цемента. Или глины. Затем мы на камин будем клеить кирпичики. Или с красной, либо с оранжевой бумаги. Мы их наврезаем. Я решил не покупать цветную бумагу, потому что в той бумаге куча различных цветов, а мне нужен только один. А просто купить цветную бумаги одного цвета, так её не продают. Это разве что найти какие-нибудь красные обои и использовать их. Но у меня ни бумаги, ни обоев красных, ни оранжевых нету. И потому я взял обычные листы А4 и начал их красить в оранжевый цвет. Цвет красного кирпича. А пока камин сохнет, листы наши сохнут, можно передохнуть. Вот наш высохший камин. Как я говорил, уже красиво темнее. Потому что у меня он такой светло-серенький получился. Когда он подсох, он ещё посветлил. Вот такая пачка бумаги у нас получилась оранжевой. Сейчас мы её будем нарезать на кирпичики и обклеивать её камин. Бумага, ножницы и начинаем резать. Вот такой вот пресс кирпичиков получилось у нас. И сейчас вот ими будем обклеивать камин. Ну вот. Примерно то, что у нас получается. Уже половину поклеили. Смотрится вроде бы ничего. Всё, камин я обклеил. Теперь ищем ему укромное место где-нибудь под стеночкой. Обязательно его украстьте. Повесьте на его носочек. И хай он вам поднимает новогоднее настроение и радует ваших глаз. А тем, кому видео и идея понравились, ставим лайки, пишем комментарии. Всех с наступающим Новым Годом! Всем хорошего зимнего новогоднего настроения! Я с вами прощаюсь, а всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok